Очень много внимания в последнее время, по моим наблюдениям, витамину D и цинку, на ваш взгляд, оправдано? Мне кажется, это даже чрезмерное внимание всегда задавался себе вопросом, а почему только витамин D и цинк? Да, классический витамин D и цинк очень важны для работы иммунной системы, всего организма. Ваши коллеги-врачи говорят, ну замечательно, к счастью, годами мы призывали к тому, что на наших территориях витамин D необходим, пандемия напомнила об этом эффективно. Но все-таки, возвращаясь, витамин D и цинк, оправдано ли такое внимание? Считаю такое внимание чрезмерным. Уделяя внимание только витамину D и цинку, мы не должны забывать о том, что для работы полноценной, опять же, всего организма, иммунной системы, нужен полный комплекс витаминов, микроэлементов по отдельности, это не о чем. И когда говорится только о витамине D, который все, что севернее Сочи, будет в недостатке, мы, получается, уходим в одну сторону, а забываем о каких-то, может быть, более важных делах, ну на наш взгляд, это микробиота кишечника, это другие микроэлементы, почему о селении мы ничего не говорим, только о цинке и обо всех остальных, это очень однобоко. Хочу предположить, Андрей Павлович, что говорим про цинк, D, и, возможно, потому, что в интернете постарались определенные компании вложить умело деньги в рекламу именно этого направления. Вы все это к тому, что все-таки перед употреблением и D, и цинка, помимо исследования, к примеру, в лаборатории, единственное, что анализы достаточно дорогие, все-таки стоит сходить к специалисту за советом? Думаю, что так оно и есть. Мы провели исследование по витамину D у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, ну и, по сути дела, из 50 человек только у двух витамин D достаток. Но у всех остальных был либо выраженный дефицит, либо недостаток. Поэтому, если такие исследования есть, то есть, правильно человек начать принимать витамин D, очень зависит дальше правильный режим дозировки. То есть, прежде чем принять решение о начале приема каких-то препаратов, конечно, нужно обладать информацией, о что с ним творится у данного конкретного человека. Но в то же время современные витаминные комплексы, они держат суточную профилактическую дозировку. И поэтому специальная сдача дорогостоящих анализов тоже не обязательно. Но у нас есть витамин D в мегадозах по 50 тысяч единиц. Здесь уже лучше перестраховаться и ориентироваться на анализ, если все-таки принимать. Вот это действительно отдельный совет, потому что вот в том числе тот самый витамин D в большой дозе действительно в последнее время по разным причинам стал популярен.